За 7 месяцев текущего года на территории Кибастузского региона произошло 89 дорожно-транспортных происшествий, что на 32% превышает показатель ДТП прошлого 2023 года. Об этом в ходе информационного брифинга сообщил заместитель начальника местной полицейской службы Медед Бесенов. В результате случившихся происшествий погибло 7 человек, и еще 116 получили травмы различной степени тяжести. Самый сейчас распространенный вид дорожно-транспортных происшествий, это в основном, когда превышает скоростной режим, в основном самый опасный и более травмоопасный результат это наезд на пешеходов, получается, когда их не пропускают на пешеходном переходе, и получается столкновение транспортных средств. Когда столкновение транспортных средств, в основном является, то есть, проезд на запрещающий сигнал светофора, либо превышение скоростного режима. Есть даже факты выезда на встречную полосу у нас, тоже травмоопасных. И в основном на республиканской дороге у нас республиканского значения, получается, Павлодар-Хазаларда у нас погибло около трех человек, это получается за то, что они уснули за рулем на автобане. Как все знают, на автобане скоростной режим 140 км в час и разрешено. И получается нередкий случай, в нашем соседе, который проезжает наш Тибасовский регион, с других городов, засыпая за рулем, ей совершают опрокидывание. Квец, бывают тяжелые травмы, бывают летальные исходы. Сотрудники полиции делают все возможное, чтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций на дорогах. С начала года 2024 года за вождение в нетрезвом состоянии у нас было привлечено 132 водителя. Из них 16 водителей находились в наркотическом опьянении. Также на постоянной основе у нас ведется обследование уличных дорожных сетей на выявление помех, ремонтных работ, освещение, чтобы было обрезка деревьев, пешеходы, чтобы были видны. Для улучшения безопасности участников дорожных движений мы проводим такие мероприятия совместного с ОЖКХ и Дорожной инспекцией. Также, как сообщил медиа Джексенбаевич, в этом году более чем в два раза возросло количество ДТП с участием несовершеннолетних. С начала года зафиксировано 17 подобных происшествий. Одной из причин роста подобных ДТП спикер считает тот факт, что в городе появились новые виды транспорта – мопеды и скутеры, которые очень часто покупали родители своим несовершеннолетним детям. У нас сейчас бум, как вы знаете, в Экиберслузе. Мопеды покупают своим детям. Это, с одной стороны, родители должны, скорее всего, обучать своих детей в вождении. В некоторых случаях у нас есть так, получается, что родители покупают мопеды 15-летним детям, 14-летним детям, соответственно, которых мы привлекаем к административной ответственности за не имеющие право управления транспортом средствами, при этом в отношении родителей меры взыскания согласно статисту 27-й кодекса об административных правонарушениях недолжного воспитания. Все мопеды, согласно новых требований законодательства, должны подлежать госучету, а водители в ближайшее время обязаны получить водительские права нужной категории. При этом спикер отмечает, что не так давно появившийся в Экибестузе сервис проката электросамокатов, несмотря на свою экологичность и практичность, может также привести к травмам при неправильном обращении. Поэтому напомнил жителям о важности соблюдения основных правил дорожного движения. Электросамокат сейчас считается транспортным средством. Водитель, управляющий электросамокатом, согласно закону о дорожном движении, выезжающий на дорогу общего пользования, должен иметь при себе шлем-каску для безопасности и светоотражающий жилет, чтобы его другие участники дорожного движения видели. И, соответственно, у него должно быть водительское удостоверение любой категории, что он знает правила дорожного движения, подтверждающие знания правила дорожного движения Республики Казахстан. Также электросамокатами, малыми транспортными средствами можно двигаться по велодорожке или по пешеходной дорожке. Где не имеется велодорожки, то они могут выехать на дорогу общего пользования только с 18 лет. А так могут пользоваться, в принципе, во дворе кататься там или отведенных для этого специальных местах, либо по велодорожке. Полицейские просят горожан, использующих электросамокаты, быть внимательными и осторожными. Ни в коем случае не перевозить пассажиров подобным образом, не управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и не двигаться со скоростью более 25 км в час.